Всем привет дорогие друзья, меня зовут Брижнен Кавалера, добро пожаловать на мой ютуб канал. Сегодня я расскажу и покажу как я сделал художественную обработку этой замечательной фотографии. Здесь я воспользуюсь цветокоррекцией в камере RAW, корректирующими слоями кривые и цветовой тон, легкой ретушью и добавлю на стену рисунок сакуры с помощью масок и свободного трансформирования. В итоге у меня получится вот такой результат, как по мне, так очень достойный. Ну что же, приступаем. Открываем фото и сразу копируем слой. Я всегда оставляю нижний слой для того, чтобы можно было сравнить как было раньше и как стало сейчас. Затем я перехожу в фильтр камера RAW и в нем провожу цветокоррекцию. В основной вкладке я повышаю контраст слайдером тени, двигая его влево, пока я не получу нужный результат. И убираю немного насыщенности. Далее перехожу во вкладку камера Calibration и здесь мне нужно доработать цвет платья и цвет кожи. Слайдеры красного и синего цвета я раздвигаю в разные стороны. Таким образом, красный цвет становится более оранжевым, а синий ближе к голубому. Насыщенность красного уменьшаю для того, чтобы кожа стала более бледной. Ну а синий наоборот, более ярким. Теперь детальнее нужно доработать цвет зонта, кожи и волос. Создаю корректирующий слой кривые с инвертированной маской и немного затемняю зонт. Субтитры создавал DimaTorzok Затем выбираю корректирующий слой цветовой тон насыщенность и пипеткой определяю цвет. Дальше настраиваю так, как это необходимо. Объединяю эти два слоя в папку зонт и перехожу к лицу. Так как я и сказал ранее, лицо я хочу сделать более бледным. Для этого в корректирующем слое цветовой тон насыщенность выбираю красный цвет и увеличиваю яркость до нужных мне значений. Затем инвертирую маску и рисую по ней, только там, где есть кожа. Выставляю прозрачность кисти 40% и аккуратно делаю переход на краях. Теперь настало время волос. Опять создаю корректирующий слой цветовой тон насыщенность и делаю волосы более темнее. Инвертирую маску и так же, как и на коже, рисую на ней. Затем добавляю слой кривых и делаю еще темнее цвет волос. Дальше я перехожу к ретуши. Объединяю все слои в один с помощью команды Ctrl-Shift-Alt-E. Новый слой появляется поверх всех слоев. Затем инструментом восстанавливающая кисть убираю мелкие дефекты кожи. А штампом добавляю локоны волос. Далее я создаю папку и в ней два корректирующих слоя кривых. Так называемые Dodge & Burn. Затем мягкой кистью с прозрачностью в 10% рисую сначала темные, а затем и светлые участки. Продолжение следует... Теперь поправим халат с помощью фильтра пластика. Здесь я выставляю нажим кисти 16, а плотность 18% и аккуратно редактирую те места, которые в этом нуждаются. После того, как я завершил, добавляю картинку сакуры, катрирую ее, выставляю режим наложения линейный затемнитель, а прозрачность слоя уменьшаю до 63%. Дальше с помощью маски убираю все лишнее. Все смотрим до и после, как по мне готово. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok